Перейдем непосредственно к самому священнодействию. Хотелось бы... О, отлично, какие же вы красивые. Хотелось бы начать наше служение с молитвы. Давайте мы склоним головы и помолимся, а мы поднимемся и поддержим также нас всех в молитве. Господь, спасибо Тебе за этот прекрасный день. Боже, мы просим о том, чтобы Ты благословил Его, чтобы Ты благословил Господь своим присутствием, Господь, Своей милостью, радостью, миром, Господь. И пускай имя Твое сегодня прославится во имя Иисуса Христа. Аминь. Прежде всего, хотел бы вас поздравить с этим прекрасным днем. Это действительно большая радость, большая честь и привилегия заключить завет с самим Богом, с самим Господом Иисусом Христом. Сегодня особенный день. И то, что вы здесь стоите, это огромное благословение и для вас, и для окружающих, и для неба. Мое крещение было очень простым. 25 лет назад меня также крестили. Это был, по-моему, тоже октябрь. И это было на квартире, это было в ванной. Это не было баптистерии, как вот здесь. Это были простые условия. Это было не в нашей церкви, это было время домашки. И знаете, я когда смотрю, когда вспоминаю, я думаю, какое же это огромное благословение, что вы можете сделать это здесь. Тогда не было баптистерии, тогда не было теплой, прозрачной, чистой воды. Тогда не было вида на Иордан, как у вас здесь есть. Тогда, возможно, не было такого теплого помещения. Не было каких-то красивых, замечательных людей, которые вас сегодня собрались поздравить. То тогда была одна интересная вещь. Тогда было Божье присутствие. Тогда был Иисус Христос, как Он сейчас и здесь тоже. Здесь и сейчас Иисус Христос, небо открыто для того, чтобы заключить с вами завет. Мое сердце, как и ваше сердце, сегодня так же трепетало. Так же я, это было волнительно и интересно. Я знаю не понаслышке, потому что сам находился в баптистерии и часто сам провожу укрещение, как сердце вылетает у укрещаемых. Ты ложишь Ему руку на грудь, и ты слышишь, как сердце через две руки, которые сложены Его, через твою руку просто вылетает наружу. Настолько это волнительно, настолько это прекрасно. Поэтому пускай этот день будет для вас действительно таким волнительным, замечательным, мирным, спокойным и благословенным. Пускай этот день принесет много радости для всех вас и для всех окружающих. И очень важный вопрос, который я хотел бы задать сегодня, вопрос, который когда-то задавал Иисус Христос своим ученикам, вопрос, который когда-то задавали мне. Вопрос, кто для вас Иисус Христос? В Матвея, в 16 главе, с 13 по 16 стих описана эта история. «Придя же в стороны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Еремию или за одного из пророков». А Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Очень важный вопрос, на который вам нужно ответить. Знаете почему? Потому что ответ на этот вопрос даст ответ на вопрос, кто вы есть, кто вы. Потому что если для вас Иисус Христос является пророком или учителем, то вы просто его ученики, вы просто его последователи. Но если для вас Иисус Христос является Господом, Спасителем, если Он для вас Сын Бога Живого, тогда вы намного больше. Вы дети Его. Вы благословенное наследие Божье. Вы сонаследники Богу и ваше жительство на небесах. Бог Сам приготовил для вас небо. Он Его сотворил и вас это небо ожидает. Каждый день встречайтесь с Иисусом Христом. Найдите возможность видеться с Ним. Найдите возможность молиться, читать Библию, посещать домашки. Приходите в церковь, прилепитесь к церкви. Найдите служение по сердцу себе. И вы увидите, вы почувствуете. Никакие врата ада не одолеют вас. Никакие трудности, проблемы, никакие проклятия не коснутся вас, потому что на вас будет рука Божья. Вы вместе с Ним пройдете все. Вы вместе с Ним увидите, какой путь Он для вас приготовил. И сегодня, когда вам будут задавать вопросы, будут звучать до вопроса. Веруете ли вы в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? И обещаете ли служить Ему в чистой добресовести до конца своей жизни? Вы должны громко и четко ответить «Да» или «Верую» или «Обещаю». Чтобы слышали небеса, чтобы слышали все окружающие, земля, и чтобы даже преисподняя слышала, что вы теперь дети Божьи. Что вы не принадлежите теперь никому, кроме Бога. Что ваш Господь есть Иисус Христос. Пускай Бог вас благословит сегодня. Как же будет проходить само священное действие, само крещение? В воду зайдут... Мы сначала сделаем общее фото, красивое, которое будет потом высветлено завтра на служении, когда мы будем молиться, принимать вас в члены церкви. Потом в воду зайдут два пастора, которые помолятся. И после этого можно будет подходить по двое и к тому пастору, которому вы хотите, все у нас благословенные, все замечательные, и принимать крещение. Как это будет происходить? Вы подходите, становитесь с правой стороны от пастора. Руки складываете на груди вот таким образом. Поверх вашей руки пастор кладет свою руку и одну поднимает вверх в знак того, что сейчас будет происходить завет между вами и Богом. В это время вас будут фотографировать. Лично, вот ваша личная фотография вместе с пастором. Какими вы хотите быть на этой фотографии, будьте. Хотите улыбаться, улыбайтесь. Хотите плакать, плачьте. Хотите быть серьезными, будьте серьезными. Эти все фотографии можно будет потом скачать с нашего сайта, с сайта в рубрике «Добрый пастор» в разделе «Священодействие». Они все есть. Поэтому там можно будет скачать вашу фотографию. Также будет видеозапись нашего священодействия. Также можно будет скачать и потом радоваться для своего домашнего архива. После этого вам зададут два вопроса. Веруете ли в Господа Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя? Правильный ответ вы знаете. Потом, обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Да или обещаю? Да или верую? На первый вопрос. После этого я произнесу. На основе вашей веры, на основе вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. На слове «Аминь» вам нужно будет задержать дыхание. Буквально на доли секунды. В это время вас пастор погрузит под воду и сразу же поднимет. Долго держать не будет, чтобы вас там не подмукали все грехи. Не беспокойтесь, никого мы еще за это все время дольше, чем нужно, не продержали. Но из воды вы тоже сухими не выйдете. Так что все сегодня крестятся. После вас пастор поднимет, и после этого вы можете уже поправить прическу себе, стряхнуть, может быть, воду с лица двигаться и двигаться, переодеваться. Если у вас есть трудности со спиной, если вы не можете нагнуться, потому что у нас, мы крестим, как правило, погружением назад в воду, да? Мы окунаем назад. Если у вас вдруг со спиной проблемы, вы не можете назад вас погрузить, то, соответственно, вы можете сказать об этом пастору на ушко, и тогда он вас погрузит методом просто приседания. Вы присядете, и он таким образом тоже вас покрестит. С этим все понятно? Ни за что не беспокойтесь. По ходу все вам пастора подскажут. Они опытные, они у нас молодцы. Добренько. Тогда, пожалуйста, общее фото, дорогие пастора. Можно присоединяться. Вы, наверное, остановитесь так, чтобы вас чуть-чуть, да, не растянуто, а немножко сгруппировано. Мальчики вперед, мальчики назад. Давайте так мы присядем. Отлично. Пастор можно закрыть. Пойдемте. Дорогой Господь, Иисус Христос, мы благодарим Тебя за это священное действие водного крещения Бога и призываем Тебя сюда, на это место, чтобы Ты лично крестил, Боже, каждого, кто сегодня будет вступать в завет с Тобою, чтобы Ты их благословил, Господь, чтобы Ты провел их по этой жизни во имя Иисуса Христа и каждый с верностью, Господь, следовал за Тобою, Боже, чтобы это был не просто обряд, а решение сердца, Господь, подтвержденный через этот обряд. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Можно подходить, да? Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Аминь Добавил DimaTorzok 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 Веруйте ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Обещайте ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? В настою Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде в имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Вашему Богу.